Братья и сестры, Итак, мы сегодня участвуем в служении, в поклонении. И сегодня служение наших замечательных хористов, оно призывает нас к проверке, к экзамену перед лицом Господним. Нам есть, что сегодня пролистать из памятных страниц прожитого нами. Кто-то сказал так, что всегда евангельская весть, она служит двум категориям людей. Это святым. И нужно помнить, что каким бы он ни был святым, у него есть прошлое. Оно обращается всегда, живое евангельское слово, к самому последнему или самому первому из всех грешных людей. И у него есть будущее. Как этого будущего не лишил Господь своих избранных? Как Он не лишил ни одного из нас? В размышлении над Словом Господним позвольте прочитать несколько мест из послания апостола Павла. Первое место послушаем записано послание к римлянам, первая глава 14-го текста. Читаем несколько стихов. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет». Второе место послушаем записано в этом же послании, но в 13-й главе. Мы читаем седьмой текст, 13-7. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Из прочитанного, братья и сестры, мы с вами видим о том, что человек, который обращался к величайшей в мире церкви, к великой церкви – это римским верующим. Он подчеркивал о том, что он является должником. Братья и сестры, обычно люди хвалятся богатством, не так ли? Достижением, имуществом, вкладами, силою? Этот человек говорит, «Я – должник, я банкрот, я в нужде». Но эта нужда, она – великая нужда. Она сегодня может очень помочь нам в отчаянных обстоятельствах живущих, когда тьма сгущается, когда люди теряются, когда мудрые, сильные политики не могут успокоить бушующие массы народа, есть ответ. В самый критический момент истории у Бога есть что предложить. И мы с вами прочитали, у Бога есть сосуды, которые могут восполнить пустоту наших сердец. Твоего сердца пустоту наполнить содержанием Его. Да, мы живем сегодня во время, когда идет открытая война против Бога и Его истины. Когда-то это делали фарисеи, когда Иисус входил в последний раз в Иерусалим, то люди молчали. Мы так и читаем. Из священников многие покорились вере, но чтобы не быть гонимыми за свое исповедание, они молчали. И тогда вот этот пробел восполнили младенцы, грудные дети, которые восклицали в храме, братья и сестры, любезные наши матери, которые имеют сегодня своих маленьких детей. они иногда действительно нам могут мешать, потому что мы не понимаем о том, о чем они плачут. Но там дети делали это осмысленно, чтобы врага и мстителя сделать безмолвным. И когда духовные лидеры сделали замечание спасителю, неужели ты не слышишь? Запрети же им! Братья и сестры, ответ Господа он на все времена. Если они умолкнут, камни возобьют. Братья и сестры, если умолкнут сегодня голоса Божьих вестников, евангелистов, учителей, пасторов, тогда начнут говорить камни. Это страшное. Посмотрите, что происходит сегодня на просторах Европы, во Франции. Как эти камни шумят, как они смущают и приводят в ничто политиков с их мудростью. Братья и сестры, мы с вами прослушали проповедь, когда великий глашатой божественной истины, учитель святого Божьего откровения, он не принял ту систему, которая предлагала ему решение. Он был разговорчивым. И у нас сегодня, братья и сестры, когда мы открываем эту книгу, у нас есть то, с чем мы можем обратиться сегодня в самой отчаянной нужде. Какая бы мгла сегодня не погружала нашу страну, у нас есть сегодня божественное откровение. Братья и сестры, первое, что мы сегодня здесь видим, это Бог отвечает через решение великого апостола. Братья и сестры, кто он такой апостол Павел? Он уже 20 лет на пути, когда он принял решение следовать за Господом. И в течение 20 лет у него было горячее желание исполнить свой долг. Русская пословица говорит, нет долга, нет и толка. Но есть долги страшные, печальные, когда Павел в послании Галатам говорит, мы не должники с вами плоти, чтобы жить по плоти. Наш долг оплачен Господом. У нас есть новая перспектива быть должным по отношению окружающих нас людей, среди которых мы блуждали, среди которых нас нашел Господь и спас нас своей благодачью, и мы теперь Его свидетели. И когда Павел приходил в замешательство от бушующих волн нечестивых грешных людей, то Господь Его ободрял. Написано, Господь предстал Ему и говорит, не бойся, не умолкай, в этом городе у меня много моих людей. Это был Коринф с его мудростью, с его богатством и с его распутством. Бог там видел людей, которых должно было спасать, но спасение заключалось в том, чтобы благая весть была донесена и озвучена. И при этом Бог спасает людей, как Он и вчера делал. Братья и сестры, мы уже с вами посмотрели, что это был Павел из Старса, это был преуспевающий человек, это был по учению фарисей, но однако вместе с этим Он выбрал для себя очень интересную и страшную работу, Он разорял церкви в Иудее, в Иерусалиме, Он опустошал христиан, Он их гнал, Он их истязал, Он их прилюдно мучил и бил, Он их предавал на смерть. И закончилась эта драма тем, что на пути, когда Он шел в Дамаск, Ему лично предстал Господь. Девятая глава книги Деяний Святых Апостолах нам говорит об этом. Свет, который превосходит солнечный во много раз, осветил его, и он упал, и лишился зрения. И Господь ему говорит, ты гонишь меня. Он думал, что этих людей нужно искоренять, преследовать и уничтожать. Он думал, что у него есть документы от Синедриона, от святых лидеров, чтобы это продолжать делать, но эти документы оказались фальшивыми. Они остались актом преисподней ухищрения сатаны против пути Господня. И Господь ему говорит, ты гонишь меня. И все повернулось в его жизни. Господи, что повелишь мне делать, братья и сестры? Посмотрите, для того, чтобы выполнять это поручение, он говорит и перестает перед нами, мы так читаем, первую главу, Павел, раб Иисуса Христа. Братья и сестры, это добровольная ниша в жизни, которую он занимает. Прославленный человек, человек, учившийся у самого лучшего учителя, у ног Гамалиила, взросшенный в течение 20 лет, обученный всем основам закона Божьего, братья и сестры, он называет себя рабом Господним. А кто мы сегодня с вами? Я знаю, что здесь есть очень много моих сверстников, мужчин, женщин, которые пережили встречу с Господом. Кто мы сегодня для него? какую ценность мы представляем после того, как он, Бог, во Христе Иисусе открылся на наших греховных путях для нас? И Павел говорит, я добровольно подчинил себя Господу. Да, сегодня мы живем во времена. Нам глаз не хватает, нам ума не хватает, нам ушей наших не хватает, чтобы узнать, чем сегодня живут наши дети, которых мы родили, которые приняли нашу кровь и плоть от нас. Мир такой сложный, многие вещи стали очень опасными, и даже мы не всегда можем вычислить все это. Кто может нам помочь здесь, братья и сестры, одно, мы должны себя снова и снова отдасть во власть Господа Бога. Он в полном подчинении своему хозяину, он никогда не забывал цену того, как его купил Господь Иисус, оплатив все его счета кровью и страданиями Сына Иисуса Христа. Братья и сестры, я раб Иисуса Христа, это значит, я собственность Его, касающийся вас, касается зеницы ока моего, Бог нам дает великую гарантию в том, что когда мы на его пути, он будет заботиться о нас и надежнее его, в этом мире нет ничего. Писание говорит нам, защита человеческая, она суетна. Посмотрите, как гибнут сегодня люди, казалось бы, в самых надежных местах, ну и туда приходит смерть, и она лишает живущих продолжения жизни, ну у Господа, когда мы его в руках, это самое надежное средство, подумайте только, гонится за Давидом, нету спальни, нету охраны, нету привычного, есть пещера и есть погоня, а он пишет псалом для нас из этой книги, спокойно ложусь я и сплю, в самом лучшем отеле Стэдкалледжа, нет, это была пещера, но в этой пещере был невидимо тот, кто давал ему сон, Писание говорит, любящему Бога, боящемуся Бога он дает сон, братья и сестры, как много сегодня среди нас живет людей, которые не могут даже спокойно спать, им даже лекарства и сонодобья современной медицины не может помочь, настолько иногда организм человека расшатан и разбит, братья и сестры, рабами Божьими это неунизительно, для людей это низко, но то, что низко, для людей и высоко для Бога такими сосудами были Моисей, Иисус Навин, Давид, пророки, интересно, что с людьми, на которых мир смотрит, как на низкое, как недостойное, как потерянное, Бог имеет с этими людьми общение, достаточно открыть нам страницы Священного Писания, мы увидим об этом, смотрите, как написано пророка Амоса, Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей, рабам своим пророкам, все, что он думает, он обязательно находит среду, с которой он делит свое сокровенное, открывает их, мы с вами смотрим, братья и сестры, но здесь не только показано нам смирение этого слуги Божия, мы здесь видим о том, что он имеет еще один интересный титул, призванный апостол, смотрите, как здесь сказано, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, Бог через этот сосуд хочет что-то донести до людей, до людей в самых отчаянных обстоятельствах жизни, мы с вами прочитали, это письмо, которое Павел пишет, после того, как он трудился на Ниве Господне более 20 лет, и в этом письме он показывает людям, которые никогда его не видели, он им хочет рассказать о себе, и он говорит, я избранный, призванный и избранный апостол, апостол, это значит, братья и сестры, есть особенность одна, ему Господь явился живому, живой Господь является живому, Савлу, когда он идет на пути, беззаконном пути, чтобы в цепях из Дамаска везти верующих мужчин и женщин, чтобы их влочить, пока есть время до Иерусалима истязать их, пытать их, братья и сестры, и этот человек получает от Господа призвание стать апостолом, призван и послан для выполнения особого служения, и мы с вами прочитали, этот текст нам говорит, к благовестию Божию избранный человек, братья и сестры, посмотрите, как об этом же истина говорит нам в первой главе, первым стихом Ефесянам 1.1, Павел волею Божию апостол Иисуса Христа, так угодно было воле Божьей, братья и сестры, служить Господу, дорогие друзья, это не унизительно, это почетно, придет время, когда мы увидим эту славу грядущего Господа, и тогда все радикально изменится, посмотрите, это высочайшая привилегия, которая дается грешным людям от самого Господа. В мире нет ничего почетней и ответственней, как только служить Господу Иисусу Христу. И мы с вами прочеркнули, Бог его избрал для чего? Для того, чтобы он благовествовал Иисуса Христа. То, что раньше он истреблял, то, что раньше он искоренял, теперь он должен это провозглашать. Как мы с вами прочитали, Павел говорит, «Я готов». Мы с вами прочитали 15 стих. «Что до меня? Я готов». Братья и сестры, это Рим. Это Рим. И его железная политика, это была намного жестче, чем сегодня мы переживаем. Если вы слышите новости, не один десяток машин подошли, чтобы арестовать человека, который когда-то представлял новости для Америки. Его арестовывали службы безопасности, вломились ночью, и это демонстрируется на весь мир. Он говорит, «Я невиновен, я ничего противного не сделал, но эти новости сегодня ошеломляют». Но когда мы смотрим сегодня о служении Господа Иисуса Христа, посмотрите, апостол Павел, он был готов послужить святым, для того, чтобы принести им свет Евангелия, братья и сестры. Почему Павел сегодня хочет служить этим людям, братья и сестры? Мы с вами об этом читаем 9-10 стихи, 9-10 стихи, 9-10 стихи первой головы. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила прийти мне к вам, потому что я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Желание горячее было в сердце Божьего служителя. Братья и сестры, посмотрите, в новом русском переводе это слово звучит так. «Пусть Бог, которому я служу от всего сердца, возвещая радостную весть о его суйне, будет мне свидетелем в том, что я вспоминаю постоянно о вас и всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если на то будет воля Господня, я смог бы, наконец, посетить вас». Братья и сестры, какая интересная особенность, когда у него легло это желание, он об этом желании стал молить Бога о том, чтобы его посещение было полным посещением. Братья и сестры, римская церковь жила в очень сложных условиях. Люди говорят, что это был город развращенный, этот город, который погрязал в беззакониях и о моральности. В этом городе было очень мало добра, но в этом городе Бог учредил свою церковь святых своих, и к святым своим он посылает своего величайшего раба, слугу своего, апостола язычников, для того, чтобы в эту тьму он принес свет благовествования Евангелия. Братья и сестры, Павел Апостол говорит, я молюсь всякий раз, когда я только услышал от Господа мысль идти в Рим. 20 лет я молюсь об этом всегда, каждый день. Я хочу выполнить то, что Бог мне поручает, но жду, когда Господь откроет мне эту дверь. Братья и сестры, подумаем об этом. Почему он так молился? Потому что он хотел во всей полноте всю весть, не упуская ничего, донести до римских верующих. И он в этом не ошибся, а Бог это помнил. Бог готовил эту ситуацию, потому что в самый критический момент жизни, на заре, после того, как он выдержит первый суд у Кесаря, он будет освобожден на малое время, он, наконец-то, возможно, послужил святым города Рима, потому что на следующий год его арестуют, и он уже после того ареста второго не выйдет живым, его казнят. Братья и сестры, но он видел это, он знал это, он шел к этому, братья и сестры. Давайте еще посмотрим, что же выделяло таким интересом, делало интерес на эту церковь для апостола Павла, братья и сестры. Мы с вами видим, почему он столько усилий тратит для того, чтобы достигнуть их благовествования. Братья и сестры, мы видим, что это люди были особо выделены из среды римских граждан. Мы об этом считаем с вами в седьмом стихе. Почитайте первую главу, седьмой стих. Я читаю это в современном переводе. Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых возлюбил Бог и призвал их быть святыми. Братья и сестры, грешные люди, грешное окружение, негодное общество, неприятное соседство грешных людей, но в этой среде, в этой грязи Бог находит людей, Он их называет возлюбленными. Братья и сестры, как не вспомнить апостола любви Иоанна, кто говорит, что он любит Бога, должен любить и братьев, которые созданы по образу его. Апостол Павел говорит, я их люблю, они в моем поле зрения, потому что их любит Бог. И заметьте, какая особенность, Бог их призвал быть святыми, братья и сестры. И не только это. Если мы с вами посмотрим сегодня на тех немногих людей, которых перечисляет апостол Павел и передает им свое приветствие, это возлюбленные Божии, это призванные Божии, это святые, отделенные Божии. И заметьте еще одну особенность, четвертую, они наделенные дарами Божьими, для того, чтобы служить друг другу. У нас сегодня братья и сестры хористы, у нас сегодня есть любезные слушатели, у нас есть проповедующие Евангелия, у нас есть различные духовные дарования. Зачем это все нам? Для того, чтобы мы могли обогащать друг друга. Давайте же еще посмотрим внимательно на этот текст. Посмотрите, посмотрите, 15 глава в послании к римлянам, стих 14, здесь вот как написано еще. Уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Это не была потерянная церковь, у них что-то было, и это росло. Братья и сестры, позвольте, позвольте еще сделать одну особенность. Новый перевод говорит о том, что ваши сердца полны и исполнены доброты друг к другу. Братья и сестры, резонно сегодня задать вопрос мне и вам. А мы чувствуем богатство сегодня, благости Божьей к нам. Способны ли мы щедротами Дома Господня сегодня делиться с окружающими нас? Или мы копим где-то, или мы утаиваем, или молчим, но не только это, братья и сестры, они, их знания, их знания, которые они получили от Евангелия, глубоки и прочны, и вы можете служить друг другу. Оказывается, это не просто так, к случаю, авось, небось и как-нибудь, но у них было крепкое основание в Евангелии, братья и сестры, имеется еще одно, четвертая особенность, которую нам представляет Павел здесь, это их вера, братья и сестры, это их вера, мы об этом читаем в восьмом стихе, прежде всего, благодарю Бога моего, через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Братья и сестры, такое свидетельство нечасто встретишь даже на страницах Библии, согласитесь, это уникальное свидетельство их вера, даже тогда, когда неизвестно, кто научил их этому, от кого они приняли эту евангельскую весть, вызывало удивление у самого сильного, великого апостола язычников, посмотрите, вера ваша возвещается во всем мире. Была вторая церковь Нового Завета, это Фессалоникская, куда Павел принес весть о Евангелии, и когда он разговаривает с фессалоникскими верующими, он говорит, слава о вашей вере идет вперед нас, куда бы мы ни пришли со своими сотрудниками, нам рассказывают о вашей вере. Братья и сестры, а у нас есть что продемонстрировать миру. Святые Божьи люди, что мы сегодня показываем людям, окружающим нас, как они ценят нас, как они оценивают критерии наших познаний. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы вот действительно слава о нашей вере, не только то, что нас люди смотрят, не только, что нас люди слышат, о том, что наша вера в Господа, она растет. От того первого она растет каждый год и становится выше, выше и выше, как написано, от веры в веру. Братья и сестры, вера живая получена нам, мы ее приняли и в ней должно ходить и расти в ней, чтобы она мужала, чтобы она не была в ребенческом, младенческом возрасте. Вот что Бог хочет, чтобы наша вера умножалась и любовь друг к другу умножалась. Вот, оказывается, апостол Павел не шел с пустыми руками, но он хотел что-то там насадить. Братья и сестры, он хотел донести полное благовествование для своих братьев. И однако, при всем этом, братья и сестры, мы с вами прочитали, что это их покорность в вере, она выделяет, покорность в вере. Братья и сестры, это то, что Павел отмечает в их жизни и служении. Посмотрите, здесь еще об этом сказано нам с вами в 16 главе, в 19 стихе. Ваша покорность в вере всем известна. Братья и сестры, не просто они выслушали, не просто на уровне интеллекта своего послушались. братья и сестры, здесь больше идет речь, они покорились благовествованию Иисуса Христа. Покорность Евангелию это еще одна очень уникальная особенность в жизни и хождении Церкви Божьей. Покориться Евангелию, не быть только послушным. Покориться это значит, когда мое сердце внутри меня, оно все тянется к живому Иисусу Христу и к Его истине. Это жажда, братья и сестры, когда мне хочется ближе и ближе и ближе. И для этого не существует никаких границ. Я готов в любое время, когда у меня есть возможность идти и слушать и пребывать в учении и наставлении Господнем. так открывается для нас эта слава этой Церкви. Братья и сестры, еще хочу немножко остановить ваше внимание на том, что апостол Павел, когда все это открыл, когда показал богатство, он говорит, я хочу укреплять вашу веру, я хочу утешать вас, я хочу прийти не только в одну сторону говорить, я хочу укрепиться и обогатиться вашей верой и вам хочу предложить ту веру, которую Господь мне уделил. Братья и сестры, как это драгоценно сегодня и как это важно для нас. Посмотрите, посмотрите, это не делает исключением из общих правил апостола Павла, но служа святым, он готов принимать от них участие в их служении. И это так важно для нас, братья и сестры, посмотрите, как написано. И он поставил, 4 глава Ефесянам, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более уже младенцами колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Голова Христос, из Которого все тело, составами, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Как важно это служение, как важно это укрепление, и тогда, когда Господь наш находился в Борении, в Гефсиманском саду, оставленный своими близкими, тогда явился ангел с небес и укреплял Божьего Сына в этом Борении. Бог не оставит сегодня тебя в нужде, когда ты нуждаешься в укреплении, когда ты нуждаешься и ищешь выхода. Он обещал никогда не оставлять тебя. Именно так открывается нам образ Божий, что Он, претерпев Сам, может немедленно помочь нам. Слышишь, друг, тот, кто сегодня переживает злой день в своей жизни, отчаянное обстоятельство, когда обычно перестало работать. Написано, Он страдал, чтобы тебе помочь немедленно. Об этом говорит нам страница Священного Писания. Братья и сестры, для чего сегодня верою мы принимаем Господа? Вот посмотрите, верою вселиться Христу в сердца ваши. 17 стих 3 главы. Братья и сестры, в переводе сегодня смотрите, как это слово звучит. Подумайте сегодня, чтобы Христос мог наконец обосноваться и почувствовать себя как дома в ваших сердцах благодаря вашей вере. Оказывается, Дух Божий ищет себе место. Вы помните? Дух Божий среди сынов Израиля искал место и он определил пусть построят скинью и я буду жить видимо там в этой скине. Сегодня Господь через веру, которой мы послушны, которой мы покоряемся, Он хочет одного жить в нас, в наших сердцах, чтобы делить с нами наше общение. Братья и сестры, какая-то драгоценная возможность. Братья и сестры, мы с вами прочитали сколько у нас есть заданий, сколько у нас есть долга неоплатного. И апостол Павел говорит, я должен всем, братья и сестры. Вторая истина, которую он нам открывает, он говорит, я готов, братья и сестры. Второе значение этого слова готов, я желаю, я жажду, я жажду. Братья и сестры, жаждем ли мы сегодня этого, исполнения своего долга? Посмотрите на Господа, на кресте. Семь слов сказал Спаситель на кресте. Сегодня поэты пишут стихи на эти слова Господа, музыканты пишут произведения. Братья и сестры, в это молитва, в самых тяжелых, отчаянных обстоятельствах, когда избитое, истерзанное тело Господа, прибито было ко кресту, он молился не о себе. Некоторые люди так говорили, когда Иисус на кресте возопил и закричал жажду, они подумали, что он хочет пить, и обмакнули в уксус губку и поднесли к устам. Не пить хотел Господь. Братья и сестры, жажду спасения грешника, подлинный крик, он жаждал спасения грешника. Братья и сестры, перед нами образ великого мужа, ученого, библеиста, и он говорит, я жажду, я жажду. Братья и сестры, и ради этого спасения посмотрите, как он трудился. 20 глава, мы на разборе с вами слышали книгу Деяния апостолов, он говорит, день и ночь я работал своими руками, ночью, чтобы кого-то из вас не отекти. Посмотрите, это Ефес, посмотрите Фессалонику, он точно так же работает своими руками. Для чего? Чтобы показать пример святым. Это борение за души людей. И он с вами читает третью основу своей жизни. Я не стыжусь благовествования Христову. Братья и сестры, стыд это сильнейшее и мощное оружие. Когда-то перед такой дилеммой стояла эсфирь, достигшая небывалых высот в империи среди своего народа. Она стала царицей, но ей нужно было сделать то, что недосягаемо для человека, ее положение. И тогда пришел ее дядя и сказал, если ты в это время промолчишь, то знай, спасение и избавление придет от Бога где-то в другом месте, а ты и дом отца твоего погибнете. Братья и сестры, мы с вами живем, у нас есть дома, закончится это служение, пойдем домой, пойдем на работы, пойдем в аудитории студенческие, если мы будем молчать, они погибнут, но кровь их Бог взыщет с нас. Павел апостол говорит, я не стыжусь благовествования Христова, братья и сестры, какое решение сегодня примешь ты, уходя из дома молитвы, будешь ли съезжать с закрытыми уста, или сегодня ты понесешь поношение от людей. Иисус Христос говорил, апостолы возвещали эту истину, а нам сегодня ее нужно донести до наших детей, до наших родных, до наших соседей. Именно это Павел делал. Он говорит, я в течение 20 лет не мог прийти к вам, братья, в Риме, потому что я имел вокруг себя много мест, где еще не слыхали люди о Господе, а теперь я такого места не имею. Братья и сестры, какой потрясающий пример верности в следовании Господу. А теперь что мы сделаем? Решение сегодня за тобой. Братья и сестры, я очень рад с того, что я сегодня напомнил эту истину, что у каждого великого святого есть свое прошлое. Посмотрите на глубину рва гибельного, посмотрите на ту тьму, посмотрите и на ту слепоту, когда Господь нас извлек и поставил наши ноги и дал нам пережить жизнь. Если сегодня в нашем собрании есть заблудившийся человек, потерявшийся, споткнувшийся, отступившийся, отпавший, в грехе живущий, для тебя есть будущее, сила Евангелия, она способна оживить тебя. Сегодня день благодати, спеши к Господу, спеши потрудиться, потому что день уже клонится к вечеру, как бы не опоздать. Братья и сестры, да поможет нам Господь оказать верность Богу на том месте служения, которое вверено нам. Помолимся Богу. Аминь. Богу.